всем привет друзья приветствую вас всех на своем канале и сегодня снова я с вами а вы со мной приятного всем дня прекрасного настроения и всего самого наилучшего привет друзья вот сегодня уже как традиция вроде бы огородные разборки ну как разборки это суточное всего хотела себя показать немножко и на людей посмотреть тем кто занят сегодня вот вышла собирать свой урожай ребята ветер конечно не знаю как меня слышно но думаю что хорошо слышно будет покажу сейчас вам все вот мои плантации ребята мои урожаи и мои коты сейчас собрала огурцы снова уже гляньте почти ну как ведро чуть не полная вот она ведро огурцов вот мои кошки котуны мои они везде со мной так степан я знаю что ты вор и счет вот не надо не нужно степанка всегда воровать а ну-ка уже тянет гляньте огурцов куча ребята у меня на одном канале у друга была недавно дискуссия на дружественном мне канале вот нафига эти нужны огороды я типа понимаю что огороды но они мешают интернету интернет общению ну вот такой вот такие были разговоры что-то тут собрались ребята уже стянул гляньте только отвернулась уже вот самый маленький такой да ребята я все понимаю ну там была дискуссия такая что кто-то ой я не хочу огороды кто-то ой надо кто-то что это ну как полезно и нужно у каждого свое субъективное мнение да кто-то говорит я лучше куплю ну да и я могу купить это понятно и я могу себе позволить купить какие многие другие но тут же дело не в этом что там мы где-то взяли в поле огород или что-то там это в пределах у моей усадьбы и поэтому что лучше разводить вон траву вот да чтоб ребяки росли нужно трудиться и вообще труд полезен для человека а плоды труда так это вообще просто доставлять несказанную радость и что ты можешь что что-то себе не то что позволить что-то уметь да интересно выращивать там что-то но я конечно прям не огородник садовод нет по столько поскольку традиционными методами без всякого там люди есть специально этим занимаются гляньте гляньте украли украли и занимаются огурцами отодвину чтобы видно было а я так я любитель ну просто чтоб был ну как в пределах усадьбы кое-какой там никакой порядок уже кукурузка скоро на готове конечно в этом году не такая как ожидалось дождей нету ребята сам поливай не поливай это ж природной влаги не заменит ой репяхи гляньте какие репейники выросли метра по два и уже акация вылезла нужно будет соседям помочь порубать чтоб к себе не залезло оно ребята огурцов тонны я уже закатала закатываю в литровые полтора литровые но два литра самое больше потому что мы не съедаем их в больших как раньше в бутылях по сто бутылей там закрывали а перцы облеплены и перца не знаю куда тоже девать так как у меня еще прошлогодний в заморозках там лежит и порезанный разно по разному разными способами и для рагу и для фарширования уже ребята собрала первые помидоры я но забыла вам показать как то спонтанно получилось сорвала два раза сорвала по четыре штуки помидор тоже валом думаю еще будет их много облеплено тоже помидорами все капуста тоже есть но мы много не садим капусты я покупаю потому что у нас что-то она перестала расти одни листья но вот это ранее еще более-менее это считается как ранее но я вижу что она средняя будет ранее уже была бы а помощники как всегда со мной вот идут уже я сейчас пойду туда а помощники мои со мной уже я оборвала кабачки причем разные и большие уже и малые ну короче я пропустила этот момент когда нужно вовремя было собрать их да эти кабачки ну ничего я большие отдаю курочкам у нас куры куры цыплята с удовольствием их едят а маленькие себе там что-то сделаю хотя я уже это не первый урожай я уже их собирала и готовила но еще не замораживала ничего не заготавливала ребята сейчас покажу вам прикол своего красавца своего красавца покажу я вчера была грумером ну грумер может кто не слышал такое слово я сама его ну не так давно узнала ну пару лет назад не буду там горить что там умница разумница какая-то прям вообще иди сюда иди миш я хочу показать вам мишку ребята гляньте какой ну сейчас скажу почему я хочу вам показать о красавец мой когда я начинала свою блогерскую карьеру будем так говорить да я короче зимой снимала во дворе ну двор снимала там курочек собачек да а он у него очень длинная шерсть очень и представьте это был февраль месяц и это длинная шерсть уже в каких-то местах там свалялась висела сосульками ой блин как на меня там налетели что это такое вы над собачкой издеваетесь вы что не можете подстричь ребята февраль месяц морозы до 30 ветер самый холодный месяц у нас ну летом у нас жарко а зимой очень холодно вот он красавец мой а сейчас вот он ну куда его подстригать ну свалялась шерсть потому что он дворовая эта собака это не в доме он куда его в доме держать это он не ну как собаки он не маленький это дворовые собаки у него там и будка хорошая и сено и постель все у него в порядке ну шерсть свалялась ой вы это самое не можете подстричь ну я не знаю кто это может такой человек написать да это живет или в квартире не соображает ничего или может где-то в общежитии живет в феврале подстричь собаку уличную ну вы представляете что это да вот летом стригем гляньте хвост и хвост обкорнала и все и такой он был здоровый а на самом деле он и не сильно красавец мой так что занималась вчера парикмахерским искусством сказать что с Мишей все в порядке с Мишаней он теперь чухается наверное там под этими его длинными волосами почти как у меня все чесалось и воздух не проходил до зимы вырастет собачка как собачка хочу сказать что я точно так же к собакам отношусь как и к котам они у меня питаются они просто так ничего не едят а все только с рыбой со специальным мясом и кости и все присутствует я на них ну как для них не жалею ребята ничего как бы но вот это же подстригла и вспомнила вот эту историю что писали ой вы что не можете подстричь февраль месяц подстриги собаку потому что у собаки длинная шерсть и она запутанная в некоторых местах ну это прикол короче что я могу сказать так и хочу сейчас пойти и глянуть что у нас там мы начали дыни арбузы поливать все таки не дождавшись благо с небес посмотрим что тут но я не довольна в этом году своими огородами ребята так как не такой результат как я ожидала собственно говоря ну как помидорами и огурцами то я всегда довольна вот именно дынями арбузами у меня арбузов в том году было я собрала урожай 108 штук уже дыни вот есть ну такие еще ну собственно еще время там много до осени еще думаю подрастет вырастет все но хотелось бы желательно быстрее ребята желательно нам хочется по сучьему велению по нашему хотению все да ну арбузов не будет потому что в прошлом году в это время было их намного больше а сейчас они никакие ну что это с него что то будет да никогда уже не будет уже вторая часть июля да и не может будут и кукуруза маловатенькая и коты тут как всегда гляньте шайка шайка которая всегда со мной ну хочется себя показать потому что говорят знаете показывай себя я изначально ребята не планировала как бы себя показывать ну думаю я как то фу не фото генично мне казалось тогда ну как начинала канал я хотела показывать там окружающий мир хотела показывать там своих животных какие то свои покупки ну такое что не касается непосредственно меня какие то путешествия потому что у меня были путешествия я зимой планировала но не получилось я же болела думала все умру так болела сильно ну вот решилась показать и себя и как бы люди пишут что нравится что я там рассказываю ну как за свои вкусы конечно там всякие приоритеты свои да все таки как какой то все равно получаешь опыт саморазвиваешься уже ну как знаешь что можно показать что заинтересует там народ ну так вот как то я не планировала конечно готовить я не повар хотя готовлю ежедневно но возможно когда то что то покажу уже может в доме когда был ну зимой я не знаю как там какие планы будут у меня но пока вот так как и так ну ребята я вам благодарна всем кто со мной кто на меня подписан кто просто смотрит всем гостям спасибо большое за внимание всем вам очень всегда рада всем ребята пока хорошего приятного дня солнце 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 солнце